Как преодолеть дефицит квалифицированных инженерных кадров на производстве? В компании ФосАгро знают точный ответ. Во всех городах присутствия группы действует программа профориентации молодежи, и она уже доказала свою эффективность. Первые выпускники ФосАгро-классов вернулись в родные города, чтобы работать на химических и горнодобывающих предприятиях. Один из таких ребят – Эдуард Лешуков, выпускник 15-й апатитской школы. Этим летом он получил диплом бакалавра апатитского филиала МАГУ по специальности электроэнергетика и электротехника. И устроился работать на предприятии Апатит. Ведущий инженер третьей обогатительной фабрики с благодарностью вспоминает школьные годы и ФосАгро-класс. О своих впечатлениях и планах юноша рассказал в нашей съемочной группе. Эдуард не мог пропустить праздник первого звонка в своей школе. Воспоминания о ней остались самые теплые. ФосАгро-школа дает очень хорошую базу знаний. В дальнейшем в УЗИ очень легко учиться, особенно первые 2-3 курса. Ну и также в дальнейшем они помогают трудоустроиться, что немаловажно сейчас. Учаясь в универе, зная, что за тобой есть какое-то место, это очень приятно. То есть это дает какой-то толчок, чтобы закончить курс, какой-то вложиться в это. Ну и приятно, что все силы, вложенные в получение знаний, как-то поощряются той же стипендии и так далее. То есть это очень хороший проект. Эдуард Лешуков продолжает династию производственников. Отец водит большегрузный самосвал на восточном руднике. А Эдуард ведущий инженер-энергетик на ОНОВ-3. Проверяет подстанции, обслуживает линии электропередачи, работает с документами. ФосАгро-класс дал юнуше углубленное изучение профильных предметов – физики, химии, информатики. Не только базовые знания, но и более обширные какие-то вопросы изучались во время школы. При учебе в университете была заинтересованность в нас, как в сотрудниках, и поэтому это помогало как-то закончить университет с наиболее высокими баллами. Запомнить различные фестивали, олимпиады, было достаточно много экскурсий на подразделения, причем не только комбината, но и в целом ФосАгро. После ФосАгро-класса Эдуард поступил в Апатийский филиал «Магу». Практику прошел на третьей фабрике, остался работать. Коллектив фабрики принял радушно. Очень приветливо отнеслись, особенно после собеседования уже был коллектив более или менее знаком. Ребята приветливые, помогают во всем. Интересно пообщаться даже с ними в свободное время. Со школьными друзьями Эдуард продолжает общаться. Многие из них также устроились по своим специальностям на производство. ФосАгро-классы открылись в 2013 году, где старшеклассники изучают точные науки. Результатом первого года выпуска стало стопроцентное поступление выпускников ведущей вуза страны. А сейчас настало время, когда ребята заканчивают свое обучение и приходят работать на родное предприятие.